Начинаем? Так как это Крымское Тарское телевидение, Ифат Абдурахманович, вопрос вам. Как так получилось, что Украина потеряла Крым? Об угрозе отторжения Крыма. Мы все говорили о Крыму, начиная с декабря 2013 года, когда Константинов и его команда зачастили Москву. Последняя сессия, законная сессия, очередная, была Верховной Рады Крыма, была 19 февраля 2014 года. И там можно было бы послушать то, о чем мы предупреждали. Генеральная прокуратура Украины открывала дело по факту возможного сепаратизма и также успешно через две недели закрыла это дело, никого не привлекли к ответственности. Путин и все политическое окружение и руководство России, они дождались такого для Украины наиболее такого слабого момента для нашего государства. И подготовившись к этому вторжению, 27 февраля они совершили уже открытое, явное вторжение. Ровно 4 года назад, в этот день, 25 февраля, мы как раз вот в это время закончили заседание Меджлиса Крымско-Татарского народа. И как раз на этой эре я поехал и говорил всем людям о том, что завтра мы все выходим, чтобы отстоять Украину, Крыму, а Крым в Украине. Люди нас послушались, 15 тысяч крымских татар, украинцев, людей других национальностей, мы вышли. Я хочу закончить тем, что 26 февраля гражданское общество Крыма свою задачу выполнило с полной отдачей. Мы не позволили провести сессию, чтобы создать видимость как бы законного такого принятия решений, пусть и незаконных, но мы не дали создать Путину эту картинку для всего мира. Гражданское общество защитило Крым. И мы ушли домой. В это время должны были вступить в свои полномочия все правоохранительные органы Украины. Они должны были взять под защиту все стратегические объекты. Я думаю, что у них было намного больше информации, чем располагали мы. Но ни одна веть власти к этому времени не была жизнеспособной. И, соответственно, русские оккупанты свободно, легко, цинично зашли и начали занимать шаг за шагом как помещения государственной власти, так и военные объекты окружать, так и стратегические коммуникации. Спасибо.